Началась рубрика «Ух, тяжело». У нас в гостях молодёжный коллектив. Mass Madness. Да. А почему не хором? Я всё время придираюсь. Почему не хором? Все должны грянуть и руки... Раз, два, три. Mass Madness. Был хор. Хорошо. По традиции расскажите, кто пришёл и на чём играет. Вот. Упомяните, кто не пришёл, но тоже на чём-то играет. И будем слушать уже произведения из вашего творческого наследия. Евгений Костарев, гитара. Дарья Пирожкова, вокал. А кто сочинял? Что именно? Ну, то, что вы будете сейчас предоставлять, слушайте. Все принимают участие в этом процессе. То есть нет такого отдельного композитора в группе и поэта? Ну, он как бы есть. Он сидит рядом со мной. Вот. Но всё равно это массовый продукт. Зачастую получается, что я первоначальную идею подкидываю. Вот. Напишите-ка мне песню про что-нибудь. И все начинают... Ну, примерно так. Нет, скорее получается, ребята, у меня есть некоторые наброски. Давайте их доведём до ума. Угу. Хорошо. Давайте-ка, доведённые до ума, послушаем первое произведение. Оно называется... Rise Again. Слушаем, друзья. Слушаем, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 аудитория но те кто нас слушает может всегда знакомиться с текстами не только на просторах мировой сети но и например на сиди изданиях присутствует буклет в котором все наклеить их до тексты все написано просто не знаю с чем сравнить вот может быть когда человек приходит в храм он тоже имеет какой-то текст перед нас я просто не знаю вы имеют или они наизусть должны все знать что им там поют то что хор поет не ну хор то хор нет не поют я имею ввиду там же маленькие какие-то до тексты вот это вот это надо изучить кстати вопрос потому что есть проблема разборчивости текста в опере но там в основном из-за другого языка в опере тоже нормальные певцы поют разборки да но я все-таки читаю тот кто интересуется данной темой он разберется разберется обязательно но так давайте так сделаем послушаем еще одну песню а потом я дальше буду спрашивать давайте называется 2014 у нас того года экспоуст тоже по-заграничному называется у нас все по-заграничному слушаем у нас все по-заграничному слушаем вот и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Масс-мэднес у нас сегодня в рубрике «Ух, тяжело!» И мне всегда было интересно, а сейчас почему-то с каждым разом всё интереснее, где музыканты молодёжных коллективов обретают, как ты изволила выразиться, профессионализм? Где хорошо научиться рычать? На самом деле вы идёте просто в обычную музыкальную школу, находите преподавателя и занимаетесь с ним обычным классическим вокалом. И если у вас есть хороший... Потом только вы сможете уже начать извлекать хороший звук. То есть прежде чем звук исказить, надо его иметь? Да, да, да. Потому что нужно правильно дышать. Ну вот это приятно слышать, потому что вообще ожидаемый в ответ. Да мы там из подворотни вышли, да сразу всё умеем, понимаешь? А когда слышишь приличную запись, то закрадывается сомнение, что из подворотни ли. А на гитарке как учиться? Ну я, честно говоря, самоучка. Были у меня, конечно, на моём пути такие мимолётные преподаватели какие-то, да? В большей степени друзья. Но в основном как-то всё за счёт именно собственного желания и тяга. Ты изобретал саново приёмы какие-то? Звуковедение, звукоизвлечение? Да, конечно, я исключительно интуитивно полагался на собственный слух. Я гаммы начал понимать и знать, несмотря на то, что я в детстве играл на фортепиано. А вот что касаемо гитарного грифа, относительно недавно я начал понимать, что я вообще делаю. Потому что раньше я играл по принципу, ну, звучит хорошо, значит, оставляем эту нотку. Ну, это говорит... Не руководствуясь какими-то, ну, закономерностями. Вот если сравнить вокальную ситуацию и гитарную, то если нет школы, ну, такой вот основы базовой, то долго не пропоёшь. Ну да. А на гитаре всё-таки подольше проиграешь. Ну, я всё-таки думаю, что дело в предрасположенности некое. Может быть, ещё в демократичности инструмента. Потому что если тебе дать... Ну, на флейте ты тоже как-то свистел, наверное, что-нибудь азартное. Но это было бы далеко от звучания флейты, как, собственно, демонстрируют наши... Есть такие в коллективах. Ну, мне, наверное, кажется, что, наверное, помогает обилие информации. Потому что сейчас вот хочешь играть на гитаре, ты можешь любую, любой ансамбль посмотреть, как они играют, любую съёмку, даже какие-то уроки вот эти все. Да, всё на Ютубе есть уже. Вот. А в то время, когда я был молод, этот знаменитый случай, как в Международной панораме показали ACDC. Это смешно сказать. Что ACDC в Испании засеяли американской культурой. Показали ACDC. Значит, без звука. Ну, там где-то что-то... Значит, на фоне диктора. Это было прямо счастье увидеть. Вот как же это вообще выглядит хотя бы. Тут особо на гитаре и не научишься. Ну, я считаю, в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Например, в данный момент происходит перенасыщение, переизбыток информации. То есть легко, ну, затеряться в ней. Вот, когда раньше, ну, то есть музыку преподавали только музыкальные преподаватели, а сейчас это может, ну, каждый, кто там ощутил в себе уверенность, какие-то уроки в массы. Понимаешь, раньше в Советском Союзе выпускали пять фильмов. В год. Ну, может, не пять, может, пятнадцать, но, знаешь, больше... И больше не было. Ну, и, может быть, прокат был какой-нибудь еще, пяток зарубежных фильмов, высосанных из пальца. Понимаешь? Вот. Я считаю, что лучше все-таки перенасыщение. А, ну, а ценность теряется. Ну, вот, судя по себе, у меня вот сейчас уже такого азарта нету, касаемо музыки. Я уже не такой голодный, как по юности. Я застал еще немножечко, когда переписывали кассеты. Сиди были не у всех, мы переписывали Сидюков на кассеты и так далее. Естественно, азарт, интерес был гораздо больше и ценилось все это в разы больше. Да, но имело ли это отношение к вдумчивому восприятию музыки? Потому что, когда у тебя есть большой выбор, ты, избирая что-то, под руководством ли авторитета, своего вкуса, не соблазняешься на редкость, дефицитность, труднодоступность, а слышишь уже конкретно произведение, конкретно запись или видео. Ну, это плюс. Это плюс. А ты что думаешь? Ну, в любом случае, как сказать. Ну, говори, как есть. Тут, в принципе, у нас без сентиментов. Ну, реально сейчас как-то переизбыток информации, переизбыток коллективов. То есть, раньше как-то это было все сложнее устроить, это больше ценилось. То есть, на московские концерты люди ходили чаще. Но было больше, так сказать, возможности подхалтурить, потому что конкуренции меньше. Ну, да. Вот. И меньше, мне кажется, еще, если уровень конкуренции высок, то больше и взаимоподпитка, что ли. Ну, сложно сказать, потому что сейчас вот каждый год, например, приезжают зарубежные группы. То есть, они гастролируют из года в год, хотя раньше они приезжали раз в пять лет. В десять. Ну, да. Ну, и хорошо, что приезжают. Ну, вот. И в итоге люди... Пресыщаются. Да, присыщаются. Они ходят... А, в этом смысле, что на концерт? Да, да, да. То есть, и отечественные исполнители им становятся неинтересны. Давайте послушаем произведение, потом попробуем и эту проблему обсудить. Песня называется... Total Rack. Да, слушаю. Рок-н-ролл. 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 Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Журналист Леонид Радзиховский. В этот понедельник после 15. Говорит Москва. 94,8. Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королев. Масс Мэднес у нас в гостях. В рубрике «Ух, тяжело». Тут штука в том, если говорить о посещаемости концертов, чего хотеть. Хотеть стадионов – это одно, а каких-то уютных клубов – другое. Или так все жестко, что и в клубы мало народу ходит? Раз на раз не приходится. Все зависит, естественно, от мероприятий, от исполнителей. И от рекламы. Но я считаю, что все-таки от артиста, наверное, в первую очередь все зависит. Все-таки, мне кажется, когда отвечаешь за, так сказать, игру за свою, когда сам удовлетворен, ну, артист, правда, всегда недоволен, но когда он все-таки готов отвечать за то, что он там играет. Остальное уже меньше как-то, по-моему, начинает волновать. Или наоборот, что «ах, меня не оценили». Ну, хотелось бы в полной мере, да, раскрывать свой потенциал и максимально его доносить до максимального количества слушателей, которые могли бы тебя услышать, например, но по той или иной причине не услышали. Я пытаюсь понять разницу восприятия зала молодежных коллективов и классичных исполнителей. Потому что, по мне, вот сидишь там на пианинке дома, играешь, неплохо получается, никто не мешает. А публика, это уже что-то такое... А вы, наверное, не можете без публики. Вам то, что... Ну, конечно, мне скучно без концертов становится, у меня начинается депрессия, я не знаю, чем себя занять, и вот как «свербит» есть такое выражение. Да, это подсаживаешься. Ну, может быть. Плюс еще всегда тяжелее выступать перед одним человеком, чем перед полным залом. А еще труднее, наверное, все-таки на записи перед микрофоном. Вот, кстати, перескакивай немножко на эту тему. Зависит от звука режиссера и от задачи, которая поставлена. На записи всегда есть второй шанс. Да, но сама ситуация странная. Может быть, у вас больше привычки? Вы уж вон сколько песен записали. Ну, на записи единственный момент, что, например, экстрим-вокалисту ему сложно. То есть на записи он слышит себя без обработки, и это тебя лично смущает. То есть хрип он и есть хрип. Да, ну, ты как бы... Одно дело, ты поешь микрофон, как бы все равно настроенный, а другое дело на записи... Ну, еще с аккомпанементом, да? Да, да, да. А другое дело, когда ты на записи, у тебя просто чисто, ты выдаешь, и ты слышишь все свои косяки, и получается... Вот она психологическая сложность, наверное. Ну, да. Поэтому это только студия, только отдельное помещение, чтобы не было никаких психологических зажимов. Тут еще штука, ты говоришь, что есть второй шанс. А есть оборотная сторона медали. Любой твой квак, не тот, ложится на пленку, понимаешь, конечно, можно стереть, но он уже все равно зафиксирован. Это тоже немножко психологически подтачивает. Я вот как раз к этому хочу добавить то, что запись для музыканта, это скорее не какое-то, ну, зачастую, скажем так, не какое-то там, то есть реализация задуманного, а в первую очередь удар по самолюбию. Потому что на записи все твои так называемые косяки, недочетики все вылазят, и ты их сам слышишь, и никуда от этого не убежишь. Ну, вот у меня дядюшка мне советовал в молодости, ты записывай себя на магнитофон, слушай и ужасайся. Конечно. Да. И даже если ты все те ноты сыграл, все равно это ужасно, потому что это выглядит нелепо, это невыразительно, это в твоих глазах. Могло бы лучше, да. Ну да, вот, но постепенно можно, мне кажется, можно войти в такой, на такой уровень выйти, что и запись начнет более-менее, уши не особо будут вянуть. Хорошо. Тут какая-то премьера, что ли, намечается? А, ну да, раз у нас зашел разговор про запись, всем, кто нас сейчас смотрит, во-первых, хочу передать привет. Подожди, ну все-таки подожди, вот, во-первых, кому-то приветствует. А всем, кто нас сейчас смотрит через камеру. Нет, подожди, во-первых. Я что, дорогой машу? Во-первых, мы на радио. То, что эта камера висит нелепая, это потакание дурацким вкусом современности, совершенно нарушение жанра. Радио это такая штука, которую слушают, она включает воображение абстрактное. Тогда по-другому построят предложение. Вот, передают на коммерческих радиостанциях, а у нас, мы серьезным искусством занимаемся. Поэтому, привет, да. А, обойдемся, значит, без приветов. Без приветов. Здесь свой регламент. Обращаюсь к... Нет, своя традиция. Своя традиция. При том, она правильная, она стилистически правильная. Да, дальше. Соблюдая все стилистически правильные традиции, обращаюсь ко всем слушателям. Радио говорит Москва. Мы группа Масс Мэднесс. Сейчас мы находимся в процессе реализации нашего нового альбома. Продаете, что ли, его? Записываем. А, так это записи реализуем. Записи реализацию. Записи реализацию. Приоткроем небольшую завесу тайны, скажем так. Так. Поставим, давайте, кусочек инструментальщика, чтобы немножечко интрижки внести. Чтобы слюньки закапали у публики. Да. Да, так и называется. Интро. Слушай. Это рабочее название. А, то есть еще может быть какой-нибудь... Никак не называется. А, кстати, если кто-то... Ну, бывает так и слушателей. От них тоже должна хоть какая-то польза быть. Кстати, отличная идея. Вот они послушают. Может, кто название придумает, смс-ину нам пришлет. Слушаем интро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Масс-мэднесс мы сейчас слушаем с вами. Вот это была такая маленькая, выковыренная из будущего батона изюминка, которую артисты пытаются заманить, значит, приманить внимание слушателей. А что так солидно заявлено было? Мне хочется провести акцию, которая мне почему-то, ну, конечно, уже традиционная, не хотелось бы сказать банальная, но мне кажется, в ней есть какой-то смысл. То есть, когда берется текст песни, тем более текст, который мы не понимаем. То понимать мы его и не будем, потому что без перевода будет. Короче, текст песни выделяется из музыкального обрамления и читается как стих. Вот, как будто ты томная поэтесса на Декаденском вечере. Вот можешь зачесть какой-то фрагментик из песни. Давайте. Да, только не торопись, главное, повальяжнее это все дело. Да, главное еще. Сейчас мальчиков приберу. Главное, чтобы еще... Ну, давай, начинай уже. Созвучанием. Созвучанием. Сладко, Дашуль, давай. Так, это будет кусочек из новой песни. Ты так прочитал в манере, как будто ты молодая мама. Или там обучаешь грудника лет пяти, а зам английского. Ну, я жвачка. А мне понравилось, ничего себе. Ну, да, послышишь, какой контраст с тем, что... Я обычно немного в другой манере это все дело слышу. Ну вот, оказывается, там есть трогательность какая-то, заботливость. Не важно, какой смысл. Я бы сказал, даже некая нежность, учитывая, что это песня про такое замечательное, яркое чувство, как боль. Ну, да. Класс. Ну, как мама, она говорит, горе ты мое. Ну, да. На тебе конфетку. Когнитивный диссонанс. Что касается контрастов, вот одно дело, когда какая-нибудь исполнительница романсов для посетительницы Жека приходит домой. Она особо не преображается. Она что на сцене, что... Ну, платье понаряднее. Ваш жанр, особенно вот все-таки солистку имею в виду, представляет собой резкий контраст между бытовым человеком и поющим на сцене. А может, ты все-таки дома тоже такая вся эта мистическая? А многие так и думают. То есть, если те, кто видят меня на сцене, они думают, что я и в жизни бешеная. А те, кто не в курсе моей музыкальной деятельности, они думают, ой, сидит тут. А я так немножко сижу и опасаюсь. Вдруг ты что-нибудь выкинешь такое. Но, и какая же ты в итоге-то? В смысле, не в итоге. Итог-то еще, слава богу. Ну, вот в сумме. Нет. Ну, сейчас я люблю сидеть дома. Вот. И сейчас все гораздо спокойнее по характеру. А раньше ты выбрасывала штуки стильные? Ну, любила, да. Что-нибудь отчебучить. Да, мы с ней так и познакомились. Впервые я увидел, как Дашуля, у нее тогда были длинные-длинные афрокосы. Внезапно это было не ее выступление. Какая-то группа играла на сцене. И тут появляется она, берет микрофон и поехали. Не знаю, было это у них запланировано или нет. Прямо зарычало-то сразу, да? Ну, конечно же. Да. И зародилась идея создать коллектив. Ну, нет. Мы же давно знакомые. Это случайно получилось. А вот коллектив, он как бы затачивается под пение? Или пение вплетается в партитуру коллектива, подчиняясь какой-то еще концепции? Все переплетается друг с другом между собой. То есть, ну, примерно, учитывая, например, наше звучание, мы понимаем, что мы можем, что мы не можем. Исходя из всего этого, да, в совокупности, ну, с поставленной целью, вот, получается то, что вот вы слышите в итоге. То есть, особых каких-то рамок прям, ну, не ставим. А есть какие-то там медленные произведения, чтобы... Лирические? Да. Нет. Ну, они как... Они металлические все равно. Ну, обниматься под них... Лирически... Вряд ли. А я могу. Ну, потому что это просто уже поднатоле... Бывалый, да. А вообще, какова сфера образов? Я не хочу вдаваться в переводы. Учите английский и все услышите. Но в общих чертах. О чем поете-то вы? О добре? Я думаю, скорее, в творчестве мы более на такой темной стороне социума, неприглядной какой-то находимся, да. Ну и, соответственно, вот... А кто у нас на темной стороне социума? Кто ваши коллеги? А, ну, например, все, я думаю, все московские андеграундные музыканты независимые. Это самые светлые личности. Конечно же, конечно же, но с точки зрения, так сказать, обывательской, обывательской морали, мы, естественно, да, такие, скажем, твари из подземелья. А, ну, так... Почему бы и нет? Ну, это, опять же, вот контраст. Вроде бы, знаешь, на лицо ужасное и доброе внутри. Это, конечно, заезженная фраза, но часто она оказывается хорошей сутью хорошего. Ну, зачастую, да. Особенно вот в такой рок-метал-экстремальной тусовке. Татуированные, бородатые, персингованные люди со светлыми ясными глазами. А есть у вас какая-то цеховая задача, вплетаясь в рамки стиля, как-то быть узнаваемыми? Конечно же. И как этого достигать? Ну, изначально, я думаю, не надо следовать каким-то прям совсем уж строгим шаблонам, критериям. Вот. Типа, если это не влазит в какой-то стиль, то эту идею, значит, надо выкинуть, потому что она, ну, под обозначенный томим со самим тобой какие-то там рамки, стиль не подходит. Это все ерунда, надо свободнее мыслить. Угу. Ну, а какие-то тембровые находки ищутся? А. Вот это, конечно, сложнее всего, потому что, опять же, на неискушенное ухо британие гитары, оно все равно шумное, понимаете? Зачастую однообразное. Ну, конечно же. Грохот такой, понимаете, стоит. Для меня сочинение материала музыкального — это некий поиск. Мне всегда хотелось найти вот что-то такое поинтереснее, чего еще вот, ну, было или, но не так, или не было совсем. Естественно, уже много чего сыграно, что-то новаторское внести в это дело сложно, но... А певица потом пользуется плодами поисков. Да, конечно. Свои вокальные. Ну, да. Она им передает нужный окрас. Хорошо. А давайте послушаем песню, которую вы сейчас назовете, а я включу. А давайте послушаем, скажем так, чужую песню в нашем исполнении. Кавер, кавер послушаем. На кого? Кавер на старую группу из американских деревень «Нуклееросалт». Вот. А записан этот кавер при участии одного из монстров российского металла и вообще рока Максима Лайко. Подожди. Не-не-не-не. Это мы напоследок оставим. Мы уже договорились. А, это мы напоследок оставим. Что касается каверов, вот я потом скажу в преддверии. А давай это «Фейсинг Дэз» слушать. Как скажете? Вы просто, так сказать, мы последовательность определили, а я занудливый педант. А я что-то заболтался и забыл уже. Ну вот. Ну ты витаешь в облаках, ты артист все-таки. Это я тут кнопки включаю. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, соседи, понимаешь, это такая штука, их далеко не напугаешь. Они, сволочь, все равно не выселятся. Будут держаться за... Можно нахамили в супермаркете, например. Ну... Да. Это же тоже такой стереотипчик небольшой. Вот, в принципе, проект... Да, но его никто не ждет. Ну да, не, ну то есть, если будет возможность, я, конечно, могу там накричать. Да, накричать, особенно, просто так, ну, что, где моя сдача? Ну, да. Ну, либо просто там знакомишься с кем-то и можешь его, это, шокировать. А потом не отлипнет. Вот тут пишет слушательница. Мужчинам, кстати, обычно нравятся такие вот женщины. Ну, вот рычащие, я имею в виду. Ну, это, опять же, подтвердил наш новостной артист. Ну, да. Были знать. Есть ли какой-нибудь день, на который, куда вы хотите всех позвать, чтобы все пришли? Да. 21 апреля, Москва. Еще дожить надо. Да, ну, волнуй, вот, на перспективу. Угу. Планируйте заранее. Вот вы программу будете составлять из проверенных хитов или добавлять интригующих новинок? Еще новинки будут. Я думаю, да, сыграем новинка обязательно. Угу. Обязательно. То есть у вас еще есть время это отрепетировать? У вас уже все отрепетировано, я бы даже сказала. Мы уже готовы. То есть вы будете повторять программу все эти месяцы? Музыканты постоянно делают одно и то же. Ну, а что, других концертов нет, получается? Я с обидой за вас спрашиваю. Есть, но в других городах. А, так тоже скажите, потому что у нас же миллиарды слушателей по всему миру слушают. А, ну, давайте анонсируем вот прям три стопроцентные даты. Ближайшие это, значит, 20 апреля Великие Луки. О, да, я там был. 21 апреля Тверь. И 22 апреля Москва. Ты мне... Просто таки. 22 апреля будет Москва. Вот так вот. А, 22 апреля. А, 22 апреля. Ну, всех циферок не упомнишь. Так, кстати. Хочу отметить, касаемо этих концертов, то, что в Москве мы будем, а в Великие Луки и в Тверь мы едем. В компании бельгийских спид-металлических монстров Evil Invaders. Очень популярная сейчас группа, особенно среди тех, кто изголодался по спиды хэви-металу 80-х. И также будет еще две финские группы во всей этой нашей компании. Это Ацисли Стормент. Ну, московским любителям трэш-металла они известны уже, они приезжали к нам неоднократно. И маниак-абдьюктор. Тоже Финляндия. И мы. Вот интересно, это все-таки такие страны высокой культуры, грохочущего искусства. И вписываемся ли мы постепенно вот в эту цивилизацию? Я думаю, да. Не такие провинциалы. Нет, нет. Я вам даже скажу, что в сравнении, так скажем, с зарубежными школами вот этой всей музыки, да, ну, скажем там, условно говоря, там металл, там трэш, там и так далее. В России, вот в частности, в Москве, просто мне, ну, про это место говорить проще. Я здесь живу, я здесь постоянно все это вот вижу и наблюдаю. У нас сформировалась очень сильная, мощная школа. Ну, не могу не упомянуть, конечно, такие города, как Ярославль. Там целая тусовка своя, своя сцена, своя школа, свой стиль ярославский. Санкт-Петербург. Вот. И весьма конкурентоспособные ансамбли. Я считаю, что многие даже там немцы, шведы, там, американцы, они просто остаются в сторонке. Хотелось бы пожелать нашим коллективам возможности хорошего звука и на концертах, и на записи. Хотелось бы. Потому что это всегда наша такая любимая больная тема. На, так сказать, на дорожку вам ваша песня прозвучит, про которую ты говорил, кавер-версия. Кавер, кавер. Да. Ну, по мне кавер-версия, это когда досена поют, например. Вот. Но верю на слово. Спасибо. У нас был Mass Madness. Желаю, чтобы тембрило и пленка не осыпалась. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok